приветствую вас друзья в youtube канале все для клева сегодня по приглашению владимира это общественная организация рыбацкий край да и такое же номинование youtube канала и сегодня мы приехали по приглашению владимира для того чтобы порыбачить в белго-днестровске это первый причал белго-днестровский лиман здесь я ни разу не был ни разу здесь не ловил и попытаемся вот вместе у меня расскажет что тут ловится как ловится и вместе что-то попытаемся поймать да сейчас мы находимся на территории нашей общественной организации то есть территории которую мы управляем мы ее стараемся развивать больше под рыбалку под любительскую рыбалку по спортивную проводим здесь постоянно разные мероприятия соревнования концертные программы и так далее вот и также у нас неплохо здесь ловится в принципе и вся та же рыба которая ловится и на днестре потому что лиман все-таки у нас днестровский значит рыба сюда заходит из днестра и сегодня мы будем пробовать вместе с каналом все для клёва поймать все друзья поехали сейчас посмотрите что есть ловится ну вперед пограли давай основой прикольники будет перец ракушка вот такой вот так как здесь очень много ракушки и смешает техноплантон с гейзером это придаст дополнительные мути и привлечет мясную рыбу на крючок будут цеплять он горох слива куруза тути-фрути есть опарыш если такой техноплантон и интересное вот такое вот тесто протеиновое будем пробовать посмотрим понравится ли карпу красиво местному и и Друзья, я буду ловить сегодня на вот такую полусферу, чтобы вы понимали, это вся снасть, больше здесь ничего нет, даже вельтюшка нет. Тут стоит вот такая бусинка стопорная, которая вот цепляется за полусферу и крючок, поводочек небольшой, вот так. Идея такова, что будем ловить на прикормку, которая пылит, поднимается, сюда можно на крючок нацепить либо какой-то пуфик, что-то тоже поднимающееся, либо какое-то тесто. Потому что будем экспериментировать и с горохом, и с кукурузой, то есть вариантов очень много для того, чтобы и опарыша подцепить можно, и червя, то есть вариантов много. Но смысл в том, чтобы в полусферу положить прикормку, которая будет пылить и подниматься. Мы сейчас находимся на Несовском лимане, здесь течения нет, поэтому думаю, что это будет эффективно. Естественно, крючок, который мы будем использовать, это крючок наш фирменный, все для клюва. И сегодня мы будем проверять также здесь его эффективность. Вот так выглядит наша оснастка, посмотрите, какая красота. На крючочке пенотеса такое и прикормка, которая будет пылить. Больше ничего не надо, очень экономично и должно быть эффективно. Сейчас проверим. Пошли, идем. Ну все, начало положено. Вот, ребята, мы будем ловить на старые дедовские макушатники, только немножко переделанные. То есть мы ставим не обычный поводок, а поводок с волосом. И на этот волос одеваем, как правило, или горошинку, или кукурузку, или какой-то плавающий бойл. Поклевочка, да? Это там большой чех, который, да? На большом усердьбе. Крупная краска, удовольствием бегать волос. Такие красавцы. О, класс. Так, а раз крупный волос, блин. Вот, ребята, как вы видите, на волосе кукурузка силиконовая. И здесь с удовольствием эту наживку берет крупный карась. Ну и карпки, естественно. Вот такой красавец. Мы его выпускаем и ловим дальше. Товарищ Сталин, что вы курите когда-то? Хочу мышью окна открывать. Товарищ Сталин, что вы курите? Так вот, у меня сегодня будет мегаэксперимент, друзья. Посмотрите, техноплантон, да? Один поводочек и грузило. Все. Друзья, как вы знаете, эксперимент это наше все. И поэтому я решил попробовать половить на техноплантон. Снасть очень простая. Смотрите. Это грузило, гриппа, да? Потом идет техноплантон. Я здесь поставил две больших бусины. Для чего? Для того, чтобы, если будет размываться, да? Чтобы сразу бы не распался этот цилиндрик техноплантона. И крючочек. Один крючок. Крючок сделан в виде вертолета. То есть он никогда не запутается на бусинке. Прикреплены двумя стопорками. Вот так. То есть его можно регулировать. Вверх, вниз, выше, ниже. То есть вот такая вот снасть. Ну, посмотрим, что это даст. Но, еще раз говорю. Когда вы экспериментируете, у вас всегда появляется какой-то новый опыт. Поэтому эксперимент это наше все. Вот такая вот нас сегодня клюет big fish, скажем так. Супер. Володь, ну расскажи нашим подписчикам о себе, об общественной организации. Потому как на вашем канале вас все знают, до Винстовских вас все знают. А вот на YouTube-канале «Всегда клево». Вы первый раз появляетесь. Поэтому расскажите, пожалуйста, о себе. Ну, значит, смотрите. Наша организация появилась 6 лет назад. И появилась с одной простой идеей. Мы с моим товарищем занимались любительской рыбалкой. Вот так вот приходили на лиман. Сбрасывали те же макушатники, лещовки. Ну, и так далее. Нам стало как-то интересно. Почему бы не поучаствовать в каких-то соревнованиях любительских. Вот очень интересно, как бы это было. Ну, мы начали искать информацию. Ну, и не нашли тогда вообще ничего. Оказалось, что в нашем регионе никто ничего не проводит. Ну, и нам стало за это обидно. И мы решили тогда провести первые любительские соревнования. Вот в нашем регионе по рыбалке. Начали искать локацию. Вот. На тот момент остановились мы сразу же на причале номер один. Почему? Потому что локация вблизи у города. Не надо никуда особо ехать. Тут раз-два, и ты уже на причале. Как бы прям, прямо под крепостью на такой стародавней мощной арене. Где еще там, не знаю, гладиаторы, какие-то войны были. И вот, и мы теперь на этой арене проводим наши соревнования. Тогда здесь был арендатор. Мы сумели с ним договориться. И провели наши первые любительские соревнования. Вот. Но столкнулись с той проблемой. Мы еще были совсем молодые. Получается, нам там было 23-24 года. Спонсировать нас кто-либо отказывался. Официальной организации у нас тоже не было. Мы так по магазинам прошлись. Там кто-то какую-то кашку дал. Кто-то там какую-то пачку крючочков нам дал. Ну, вот в таком первом формате провели эти соревнования. Зашло очень на ура. Собралось тогда просто, ну, команд, наверное, 30. Весь причал был забит. Тут все гремело. Все эти макушатники, пружины, убийцы карася. Летело все. Потому что соревнования любительские. Не было у нас там особо каких-то ограничений сильных на тот момент. Вот. Ну, видели, что всем понравилось. Нам тоже это понравилось. Ну, и решили тогда зарегистрировать официальную организацию. Вот. И создать такую организацию, которая сегодня называется Рыбацкий край. Вот. Создали мы тогда эту общественную организацию. Были у нас уже официальные документы. И на следующее соревнование нам сразу же стало намного легче. Потому что это когда у тебя уже есть официальная организация. Мы уже сделали официальное обращение. Разные там торговые марки. Всякие флагманы, фишн-рой, технокарпы. Нам помогали, в принципе, каждый из этих торговых марок. Выслал какие-то подарочные призы. Для участия в наших соревнованиях. И эти соревнования набирали обороты. Потом мы пошли дальше. В плане чего? В плане рейдов. Мы начали проводить рейды по Белогранистровскому лиману. Потому что было очень много сетей. И даже на первых соревнованиях, когда мы их проводили, то некоторые рыбаки, особенно со стороны церкви, со стороны крепости, при забросе своих оснасток цеплялись за сетки. И действительно, мы тогда вокруг причала сняли 5 километров сетей. Просто вот вокруг причала. Браконьерских. Да, браконьерских сетей. Которые хаотично были расставлены, как угодно. Вот. Начали эти рейды проводить. Несколько браконьеров даже тогда поймали. И лодки тогда изымали. Ну, наше рыбное местное агентство. На тот момент Держербагентство. Рыбный патруль, но тогда тоже к нам подключался. Мы писали, помню, заявление в Держербагентство. Ездили в Киев. Там была у них какая-то пресс-конференция. Я тогда общался с начальником Держербагентства Украины. Он мне тогда давал контакты одесского начальства. И вот так вот мы выходили, выходили, выходили. И за счет этого и добились совместных рейдов на тот момент. Провели рейды. И сегодня я вам скажу, вокруг причала уверенно, нет ни одной из сети. И их не сыпят. Перестали действительно сыпать. Начала сюда заходить рыбка. В ловах рыбаков начали появляться на соревнованиях карпы. Потому что на первых соревнованиях было это все, что было. Это максимум такая тарань. Вот сегодня у нас на последних соревнованиях уже был 8-килограммовый карп. То есть это уже результат. И все лучше и лучше в этом плане территории развивается. Расскажите, пожалуйста, про тему браконьеров. Очень интересная тема. Она тоже актуальна на нашем YouTube-канале. В данный момент, в этом сезоне, какие-то у вас рейды были. Вы ходите с рыбоохранным партнером. Вы поддержите с ними контакт? Да, контакты у нас есть. Но скажу честно, именно в этом году рейды я не проводил. Потому что, во-первых, и жалоб не было у нас. У нас, как обычно, все рыбаки начинают жаловаться. Там куча сетей, там куча сетей. Мы планируем, проводим рейды. Тут очень много этих сетей. Особенно в сторону Видеополя. Нет, там, да, согласен. Ну, получилось, что мы в этом году заниматься начали развитием больше. Строим сцену огромную. А, здесь, да? Да, плюс спортивные мероприятия. И получилось время, которое мы могли бы уделить, скажем, туда. Мы его сейчас тратим на развитие больше территории и нашего спортивного направления. Ну, я просто знаю здесь местного начальника РБХАНа Патруля. Отделение, скажем так. Да. Перспективный, молодой, амбициозный начальник, который, в принципе, реально может унывести порядок. Поэтому, если вы с ним не знакомы, я могу вас даже познакомить. Я думаю, что он всегда будет идти с вами на контакт для того, чтобы освещать и работу РБХАНа Патруля. Сети нужно снимать. Конечно, конечно. Было бы очень здорово. Я только за. Конечно, если можно, да, эти контакты. Мы с ним свяжемся и вне арестовый запрет, и вне арестового запрета. Я думаю, тут же рейды проведем. Благо, опыт есть. И понимаем, что это и как. Да, потому как надо все-таки делать так, чтобы жизнь наша была как-то лучше. Потому что, ну, куда дальше? Куда дальше, если сетями перегораживают полностью весь Лиман? Раколовки эти. Стоят по 2000 роколовок браконетских. Конечно, надо помогать, потому что, я скажу так, того ресурса, который на сегодня есть у РБХАНа, тех бригад, того бюджета, который на них выделяется, его ничтожно мало. Для того, чтобы в действительности контролировать такую огромную, скажем, реку, как Днестр, Днестровский Лиман и так далее. Потому что тут огромнейшая площадь, гораздо больше, чем сам город, правильно. И проконтролировать ее при всего лишь одни-две бригады патрулей, мне кажется, просто невозможно. Ну, главное желание, я вам скажу. Честно говоря, тут больше зависит от желания, стремлений, амбиции каждого инспектора. Поэтому, уважаемые инспектора, обращаюсь к вам. Пожалуйста, проявляйте какую-то инициативу, старайтесь как-то делать так, чтобы этих брахонеров было меньше. Ну что, нужно, чтобы что-то осталось после нас. К нашим детям. Потому, опять же таки, призываю вас, ребят, придерживайтесь правила поймала-пусти. Особенно прошу это делать, если вам все-таки, скажем так, пришла удача, вы поймали какого-то действительно крупного карпа, маточника. Вы лучше выпустите его, потому что этот крупный карп потом даст тысячу другим картам жизнь. Я понимаю, там есть мерный карп полтора килограмма, два, там, три. Лучше же его употребить в пищу правильно, чем там за десятку маточника. Он огромный, вы с ним все равно толком ничего не сделаете. Вот, но подарите жизнь тысяче другим. Володь, я тебе сейчас покажу крючок, это наш фирменный крючок, все для клевого. Но мне, вот так вот скажешь, вот так мы его выложим в нашем видео. Вот просто посмотри на него и скажи свое мнение. Вот я открою его, высыплю на стол, ты на него посмотришь и скажешь. Вот посмотри, возьми в руку и скажи, что ты о нем думаешь. Так, в первую очередь. Сейчас мы его на остроту сразу проверим. Ага, он загнутый. Я вижу, он загнутый в бок, это, наверное, для засечки. Острый, как вы видите, держится. Значит, острота у него хорошая. Я думаю, если честно, это будет идеальный крючок именно вот этой формы, этого размера для ловли карася. Я думаю, это самое вот идеальное, потому что он острый очень, видно, он легко вкрывается в кожу. У него загнутая форма, то есть засечка будет лучше. Вот, ну, хороший, красивый крючок. Хорошо, скажи мне, что ты думаешь по поводу этой затылочной части, вот крючка? Что она изогнутая? Да, да. Что вот насчет волосяной оснастки или сюда можно там опарыша подцепить, несколько штук сюда вот? Да, я думаю, лучше, наверное, будет сюда опарыша подцепить. Можно червячка. И за счет того, что он изогнутый вовнутрь чуть-чуть и вбок, это, ну, будет лучше намного засечка. Волосяной, если говорить про волосяную оснастку, то там должен быть больше ровный крючок. То есть больше как банан такой, да? Да, ну, не совсем банан, просто, допустим, я пользуюсь крючками white gap формы. В основном они идут такие, как ровненькие. Ну, могу вам показать на примере. Ну, вот у нас есть такой же, только вот десятая и восьмая серия, чуть меньше и еще чуть меньше. То есть вот этот, я вообще, честно говоря, использовал вот этот для ловли капа. Вот сейчас у меня на оснастке заряжена восьмерочка вот такая, этого крючка. Ну, это идеально и для тараньки, и для карася. Я думаю, вот если мы говорим, как правило, за любительскую рыбалку правильно, то крючок отлично. Да? Да. Ну, спасибо большое. Я хочу тебе все-таки презентовать вот эти вот три варианта. Шестерка-восьмерка. Может, где-то там поюзаешь. Будем пробовать на причале обязательно, конечно. Добро. Спасибо. Кстати говоря, да. Ой, это у него форма правильная, именно пенопласт. Вот сейчас вот возьмем и зарядим пенопласт. Да, вот я вот прямо его вижу. Вот тут эта площадка. Не согласен. Попробуй. А что это пенопласт? Надо попробовать. А ну, расскажи. Там слишком острый угол при остром угле. Давай, а ну, а ну. А ну, возьми пенопласт и покажи конкретно. Надо же попробовать, но я думаю, что вот здесь слишком острый угол будет пенопласт ломаться. Нет, смотри. Смотри, наоборот. Он, когда будет входить, он очень аккуратно сюда залезет. Попробуй. Это для пенопласта. Пока не попробуешь, не узнаешь. Теория, практика. Это две очень. А ну, есть пенопласт у вас? Да, конечно. Сейчас сделаем пенопласт. У нас это пенопласт. Вот он. Ну, бери. Вот он. Да. А ну, мне просто интересно. Вот. Вот. Вот этот вот цвет рабочий на лимане. Самый рабочий. Давайте попробуем. Желтенький? Да. Нет. Он зеленый рабочий. Раньше был желтенький, скрасил капот. Да. Это были самые рабочие. Итак, проверяем, друзья. Чтоб мы долго не гадали. Вот. Берем. Не, нормально залез более-менее. Вот. А? Нормально. И площадка, понял? Очень удобная площадка. Я думал и урвать будет на этом повороте. Не, не рвет. Потому что я вот использовал подобные крючки. Есть, есть такие, да. Там, видимо, то ли больше этот резкий угол, то ли что, не знаю, но и урвало. Вот. Проводим эксперимент с техноплантоном. И вижу, что в течение буквально там 20 минут его уже размыло. То есть его уже нет на нашей леске. Ну, попробуем еще разок. Посмотрим, к чему это приведет. И поймаем ли мы на него рыбу. Ну что, у нас все больше и больше рыбков. Потому что... Постепенно. У нас размер рыбы увеличивается постепенно. Сначала была с мизинец, потом с безымянной. А теперь уже с указательной. Уже по-взрослому все. Надеюсь, в следующий раз уже будет такая, как тебя бы, с ладошку. А четвертая с локоть. Ну, а мы на дедовскую лещовку. Очередного хорошего терапия для меня. О! Вот это карасямбыч. Вот так. Это мы делаем небольшие ТВ-остейки. Давайте расскажем об этой снасти. Тут у нас пелец, разные мелкие частицы. Сюда сыпем. Немножко трамбуем плунжером. Вытягиваем, как со шприца. И получается такая маленькая конфетка. Большие мне делать не советую. Потому что могут разлетаться. Могут влиять на дальность полета. А маленькие будут идеально служить для того, чтобы ваш поводок во время падения на дно просто не запутывался. Ну, и при этом это дополнительное привлечение прикормкой рыбы. Потому что есть крупные частицы, такие как пелец. Вот они на дне остаются. Ну, опять же таки, да, тут все зависит от течения, от того, на каком вы месте ловите. Потому что если это действительно Дунай или это Днестровская при сильном течении, то прикормка там 100% не останется. Ну, хотя бы поводок у вас точно не запутывается. Ну, то есть на течении оно будет менее эффективно, чем на Лимане. Ну ладно, хорошо держи. Да, 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 красиво, красиво. И вот он долгожданный лиманский карп. Да ладно, подожди, карп. Ну, по идее сейчас... Повел, повел. Это карпидон. Как же я сказал. Он сейчас зацепится за ваши оснастки. Сейчас я уберу. Ты где, тут, знаешь, доставай, чтобы на поверху было, чтобы он не упустил карпа. Да, поверх, вот так, да, да. Все, вы Саша сюда подгоняйте. Подгоняйте, а я его поймаю. А, четко я сказал. Так, так, так. Мы не спешим, нам это не надо. Ну, какая-то там оснастка все-таки. Да, вторая, вторая. Ох ты, 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 ты. Какой-то оснасток. Уже какие-то такие. О-о-о-о, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Иди, иди, погуляй. Какой-то маленький карпушек. Смотрите, какая красота, а. Так. Теперь ты запутался в этих оснастках. Так, давай. Чуть-чуть поближе его сюда континент, я его высыпаю. Красавица. Да. И вверх поднимите. Есть он-то? Ну, я скажу, друзья. А? Технопланктон рулит. Да. Технопланктон. Ха-ха-ха-ха. Вот он. Вот вам эксперименты. Вот он эксперимент. Что означает эксперимент, друзья? Это наше все эксперимент. Посмотрите. А-а-а. Оснастка, как я говорил, вот. Грузила, технопланктон и один маленький крючочек. Посмотрите. Сейчас я вам покажу этот крючочек. Вот он. И дал его с удовольствием. Смотрите. Самый острый, самый эффективный крючок. Все для клевого. Ха-ха-ха. Такой карпик. Друзья, вот он, белый-роднестровский карпик. Посмотрите на него. Супер. Давно я уже не ловил этих карпов. Все какие-то или маленькие попадались, или вообще не попадались. А вот так вот. Первый раз на белый-роднестровском лимане. Говорят, иногда дуракам везет. Ха-ха-ха. Ну и ютуб-каналам все для клевого тоже везет. Ха-ха-ха. Спасибо, что... Давайте извесим его. Днестр. Да. Днестровский лиман. Сегодня дедушка Днестр. Щедрый. И дарит нам такие классные эмоции. И таких красивых карпиков. Супер. Давайте сразу его отмерим. Честно говоря, не хочется его... Да. Не-не-не. Пускай... Пусть живет. Я думаю, что там трешка. Пусть живет. Да какой трешка? Нет, тут трешки. Я думаю, до двух где-то килограмм 800. Ну и ладно. Не надо его взвешивать. Пусть он, вот как и есть, сразу же... Хороший, дойкий местный саданчик. Сразу же... И-и-и-и. Нет, только с лезницы надо. Ну и вот так вот положим. А можно так? А так очень легкий. Э-э-э. Дядя, ну что ты? Не хочет уходить сегодня. Все? Отпускаем? Ага. Да. Да. Так что? Извините. Ваши караси против нашего карпа... Ни о чем. Согласен. 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 Друзья, ну, еще раз про эту оснастку, которую только что, ну, просто вот так вот, скажем так, на коленках сделал и просто хотел проверить эффективность технопонктона. Это запах гороха, друзья. Слива? Нет. Запах гороха. Что-то написано. Слива? Да. Ну, значит, горох со сливой. Потому что мне пахнет горох. Элементарно легкая снасть, которая вяжется прямо на основной леске вашего удилища. Вот. Грузила. Вот здесь единственное, что я сделал, это две бусинки поставил. Одну поменьше, другую побольше. Для чего? Чтобы не разбивало леской вот это отверстие, которое есть в этом технопонтоне. Все. И поводочек коротенький, небольшой, прямо возле технопонтона, который пылит. Вы понимаете, да? Вообще, этот технопонтон предназначен для ловли Тосолоба. Он пылит, и когда рядышком находится крючок, на крючке у нас было... Опа! Ё-ка, паренька. Там клюет. А на крючке у нас был... Еще один. Воздушный пуф, что-то такое было. Поднимало. А! Была кукуруза. Силиконовая кукуруза. Все. Она поднимает рядышком. Пылит. И никаких проблем нет. Что там есть? Что-то двигает, да? А ну. А, водоросли. 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 Водоросли и то наши все. Они там, травы много. Все равно, может хоть... Хоть там карасик и есть, но травы много. А, картик по моему... Картик, да? ну вот лично пошел карпик у нас она шо? на червячка на дедовскую лещуку тоже так она всегда здесь работает как он веков быстренько его отпускаем единственное что попросил бы серёж возьми антисептик у меня в машине для карпа давай обработаем потому что все-таки поранили его хорошо немножко поранили потому что все-таки травы много нанесло и более бережно его вывести не получилось поэтому обработаем его обязательно антисептиком такая вот зеленка карповая специальная для того чтобы он с этой травмы мог быстрее прийти в себя и быстрее прийти в себя и дальше расти и ведем его отпускать друзья на крышечку ловится все больше и большего размера рыбка но в следующий раз будем надеяться что будет еще больше я заметил что снасть эту крышечку начинает нести то есть поднимается ветер или течение меняется на лимане что-то такое происходит и крышечку несет от места лова поэтому я решил нужно добавить грузила можно конечно меньше чем 110 грамм меня с собой только 110 днестровские оснастки поэтому мы прикрепим точно так же вот так и будет такая крышечка как вместо вместо макухи вы поняли друзья вот для чего вот эта большая бусина почему именно такая большая потому что видите как размывается отверстие внутри техноплантона вот для того чтобы он не упал раньше времени для этого и нужна такая бусина которая будет его держать поняли да эксперименты продолжаются я планировал ставить вот такую ласточку но она немножко неправильно держится то есть геометрия ее немножко неправильно то есть на шайбе грузила шайба эта крышечка смотрится ну как бы немножко лучше и стоит немножко лучше но для того чтобы прицепить сюда поводок с крючком я уже использую бусинку не бусинку а вертлежок когда использовал бусинку ее хватало в принципе на такую легкую кормушку как полусфера а когда уже с грузилом то нужно уже ставить что-нибудь посерьезней и я ставлю такую вертлежок к нему привяжу небольшой поводок и продолжу рыбалку вот это буду и ушка видишь запутался пробуй как-то бить с него свекнуть прорвёт сейчас все так летел и все три удочки собрал по удочкам нормально все вот ребята ловили карпа поймали баклана следовательно зачем опуха на макулку на филиконовую кукурузу так все одни уже пустил а вы подержите его подстаньте Ох, делок нам наделал, ой-ой-ой, пород здесь там и все подмел. Субтитры делал DimaTorzok Ох, маленький крючочек и силиконовая красная кукурузка. Прекрасно отработал. Вот тому результат. Пробуем дальше. Небольшой, но приятный. Шантароножка, да? О! Такая непрезентабельная, но какая есть уже. Не картина. Не картина. Ну класс. Сюда. Вот еще один. Оп, тихо. Класс. Класс. Волос нижняя губа классика. Быстренько его назад. Друзья, первый карасик. На нашу флосферу крышечку с клубничной гранулой. Небольшой карасик. Так, ну что, друзья, подключаем тяжелую артиллерию. В потаповскую кормушку забиваем горох и на волосе две горошины. Будем пробовать ловить этого местного карпа. Нужно было подключать раньше немножко тяжелую артиллерию, друзья. Кормушка Потап рулит. Горох рулит. Крючок, сегодня клево, рулит. Короче, все классно. Выкатывайте его. Сейчас я его вам поймаю. Вы даже не представляете, какие классные ощущения, когда тут чаще... Ну, наверное, здесь все-таки, наверное, может быть не карпик, а большой карась. Хотя... Вводим карпа. Да, 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 да. Карпик, карпик, да. Вот даже я его чувствую, какой он классный. Главное, его поднимите. Да, да, да. Вот супер. И только, и только вот буквально закинули. Прошло пару минут. Пару минут. И поклёс. Так, скажи, на другую кормушку. А, не... Кормушка просто, там поводок длинный. Да, 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 да. Да, да, да. И так. Да, да. И так, и так. И так. И так, и так, и так. на это Ну что ж, друзья, карпик это конечно сила. Причем буквально моментально, вот забросил. Две минуты? Две минуты, да, с горохом на волосяную оснастку с двумя горошинами. И горошины стояли на оснастке, правильно? И горошины на оснастке, горошины в самом подсаке, ой, в подсаке говорю, везде, везде, да. За какую губу взял? За верхнюю. Какой взял интересный Саш. Тихо, тихо, тихо. Все, крючочек можно выпускать. Сейчас, сейчас, сейчас. Я бы хотел показать этого крючка, вот он. Волосяная оснастка, наш крючочек, все для клевого. Тихо. Я тебя сейчас выпущу, только дай, пожалуйста, мне, дай мне эту возможность. Вот он, друзья. Карпик Днестровский, Лиманский, с Белого Днестровска. Рыбалка здесь конечно классная, мне нравится. Так что приезжайте. Не хуже Днестровского. А? Не хуже Днестровского. Да, смотрите. И места здесь классные. Супер. Супер. Рыбалка, раз ты, я поймал. Конечно. Уголзаем надо закрывать, чтобы он не потешевал. Давай. Все, выпускаем, да? Давай, давай. Классный. Серый. Вообще-то не кукуруза. Да червя по кругу я вижу. Хотя... Ну и на волосы жатрят. Да, да. Желтая кукуруза, тоже рабочая. друзья я вот примерно понимаю почему в течение двух минут сразу же поймался карп на горох оказывается вот все дело в тактике тот кто изучал когда-нибудь тактику стратегии тактику тот должен понимать все происходящее я смотрю стоит кастрюля практически там осталась это одна десятая часть гороха в ней но ведь когда-то наверно была полная я даже вижу насколько она была вот примерно где-то на процентов 80 была заполнена вареным горохом и володя прикармливал вместо гороха чего ж мы тогда ловим непонятно на что когда нужно ловить и было именно на горох потому что карп сюда зашел он привлёк привлечен именно этим горохом значит нужно было сразу ловить на него вы поняли то есть ловить на то чем прикармливали и на горох горох и на крючок горох и на и в кормушку а кормушка потап это самый лучший вариант для того чтобы ловить именно на горох то есть она для этого и была создана для того чтобы сюда насыпать насыпать горох да 3 как тропеда идет а сейчас его подведу тебе чуть-чуть на храм небольшое вот так и шоу 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 нет наличие овощи на вот это дедовская снасть сегодня лучше всего и у меня отрабатывает я смотрю что крючила карты сегодня хорошо идут да подошли на корм видимо вот такую еще очередной картушек это у нас уже общий пятый получать браво браво не поняла как да сегодня уже шестой карп друзья что вы понимали 6 3 3 пока дружба побеждает дружба да но это сюда газ небольшой продать и были например раз на гораздо больше приятненький 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 тем не менее он есть да он есть и это хорошо мы своего еще дождем и самое главное друзья что вы понимали весь карп сразу же сразу же отпускается ничего не оставляем даже на пять минут то есть достали крючок извлекли извлекли поцеловали и бегом обратно бегом замечательно только маленький маленький те конечно были побольше но тем не менее все равно приятно все бегом бегом обратно вот так вот мы сегодня ловим классно зая я говорю обращайся своей жене вот она просила привести картика прости я тебе принесу краска хорошо скажи помогаешь я сегодня мне выпала такая честь половить на 1 удилища я его сложил из комбинации то есть немножко взял у александра за для княва у вовы взял немножко в общем сколотил одну снастку и я забросил поймал уже два карася но мой карп еще впереди так что вот так к так конечно не на настроение замечательное перки погода сегодня хорошо нам как-то несмотря то что ночью был дождь и погода сегодня хорошая и атмосфера хорошая смотрим делаем какие-то подметки учимся чему-то вот рыбу отпускаем все хорошо спасибо за комментарий володя всем привет расскажи как у тебя сегодня проходит рыбалка неплохо очень ловим карпов ловим крупного карася совместная рыбалка с одесскими канала все для кольца все для клёва вроде все получается все как мы хотели я сам давно уже не было на любительской рыбалке вот и потому наконец-то я у себя на причале ловлю рыбу бывает и так слушай давай покрасишься по карасям да могу показать и карасевич и у нас всех карпов мы сразу же выпускали естественно расчика послаживали у нас есть такой вот мешок карповый меня к сожалению садка для рыбы уже давно нет только карповые мешки россии послаживали специальный это мешок термомешок для карпа он темный так чтобы рыба от жары не задыхалась воде чтобы она там не запрела в основном предназначен для карпа вот такие хорошие к россии сегодня у нас идут в лимане у нас полно рыбы очередной раз об этом в этом убеждаюсь поэтому ребята ловите проводить время с удовольствием вот ну а если что мы уже подскажем как подписывайтесь на наши каналы канал youtube канал рыбацкий край youtube канал все для клёво я думаю там вы точно научитесь как поймать карпа или крупную рыбу любую на нашем лимане спасибо за комментарии рассказывайте теперь вы что я хочу сходит рыбалка сегодня очень хорошая рыбалка хороший денек клёвый денек скажем так на канале все для клёва хочется сказать вот этими действиями которые вот мы выпускаем карпа да казалось бы вот другой человек подумал бы и сказал ну что вы делаете вот сейчас даже с этих мужчина подошел в чем отпустили карпа но куда его брать если он ну вот даже помещается сейчас в этот объективчик вот вот такой карпик ну куда его брать он должен расти хотя бы там до трех килограмм согласитесь это во первых во вторых но своими действиями хотим еще раз показать людям чтобы они брали столько рыбы сколько смогут съесть ведь не нужно набивать полный морозилки этой рыбы понимаете время вот этого потребления ну который вот как раньше да заготовки были там всего надо готовить очень много уже такое время уже прошло нужно как-то бережно относиться к природе в первую очередь вот своими действиями вот я показываю вот владимир показывает другим людям пример этого бережного отношения к природе вот поэтому и друзья и к вам обращаюсь не мусорьте и если вы на рыбалке берите рыбы столько сколько сможете съесть вот поели все вот взяли там три килограмма 4 ну сколько сможете съесть все больше не берите оставьте дедушке днестру в следующий раз он будет благодарен и даст вам большого карпа вот сейчас вы это услышали и проверьте это все потом на практике когда вы отпустите и вам что-то придет и так как природы законы природы так есть законы вселенной космоса не знаю чтобы что-то отдать вернее что-то получить нужно что-то отдать по улову ну что у нас сегодня три карпа один вот этот маленький грамм там до 700 такое два один карп где-то двушка второе трешка и ну такая мелочь там ну как там карасики это мы уже не считаем мы говорим про карпа и сегодня именно наша рыбалка застряна именно на как насколько менялась тактика менялась конечно вот такой вот маленькой полу сферы крышечки да на которой мы ловили и получалось там ловилась небольшая рыбка хотя она тоже очень эффективная до того что я понял что нужно ловить друзья на горох я открыл маленький секрет володя с вечера закормился горохом и об этом никому не сказал я смотрю стоит кастрюля с горохом думаю ну там немножко гороха осталось я думаю попробовать елки-палки я только забросил через две минуты вот это здоровый карп а потом уже оказалось узнал что володя с вечера что был классный контент только никому не говорите взял прикормил короче тут место ну там 56 на гороха выкинул рядышком с этим местом и получается карп уже если бы сразу сказал бы что александр вот я вот так и так сделал блин блоге на горох все было понятно а так но не было понятно я это еще и 5 10 пробовал пока блин потом до меня не дошло что елки-палки горохом же кормили искали там способы вот нам надо шарик такой а вот малиновый а вот сирик и синий да кстати да вот техноплантон я с собой взял и провел небольшой эксперимент он же под другую рыбу да это под по салобо да ну видишь поклевка карп что это карп паровоз паровоз саша проводим мои ребята ну в прямом эфире пошел пошел натяжка есть там есть как а про техноплантон да вы понимаете мы с том что эксперимент это наше все то есть я всегда призывал и призываю на нашем youtube канале все для клёва экспериментировать и каждый раз приезжая на рыбалку я хочу что-то новое вот попробовать вот на то что как бы от всех дать и приезжает на днестре все ловим там на маку на макуху вот раньше вам приезжали до ловим на макуху все я когда приехал показал эту кормушку потап вот эту и все начали резко ловить на нее на горох о все теперь манечка на днестре это ловить на кормушку потап на горох и она кстати эффективно работает но хочется что-то найти еще какие-то моменты и нюансы понимаете хочется искать и находить что-то что-то новое и вас тоже призываю и своих подписчиков на youtube канале то же самое призывает всегда находите место эксперименту и ищите что-то новое и это тогда это рыбалка приносит удовольствие они просто тупо закидал горохом все лег спишь а поклевка вытащил и все а так для себя что-то открывайте новое что-то полезное что-то интересное ну эксперименты это всегда интересно с личного опыта жизнь тогда вот становится интереснее когда есть в жизни место для эксперимента спасибо за комментарии он там он там барабанная дробь это уже у меня четвертый когда и в общий наш седьмой я думаю по поклевке он наоборот будет у дайте надо быстрее зашла себя нет быстрее не получится чтобы туда не пошел не поднять попытаться тебе надо вовчик сюда переходить наверно его и все равно выводить удочку обкушу хорош будучку то надо все а проведи удочку хорошее 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 хорошие а что ты говорил что в белгистовской армане карпа нет карпа нет вот он это все есть вот такие вот остатки ну да что это друзья вы знаете сегодняшняя рыбалка ну просто шикарная просто шикарная нравится ловить таких карпиков это яркие ощущения это драйв кайф я не знаю называть как хотите но приходите на первый причал берите удилище берите горох варить его кстати на нашем канале написано я делал видео как правильно сварить горох и у нас есть уже вот такие красавцы клюет тихо 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 то есть еще больше яркий еще более ярче моменты до впечатления чтобы более ярче были моменты действительно есть давайте и вот пустим на этой прекрасной ноте будем завершать мира нашейиловал так барабана тут это хорошая жирная точка опять же таки друзья эксперимент заключался в том что я заметил опять-таки я заметил что горох который в кормушке он чуть-чуть был переваренный чуть-чуть был переварен и из-за этого он очень слабо держался на волосе я это понял взял открыл свою баночку с горохом который у меня чисто насадочный горох и достал он запахом сливы достал отдел он более плотный и нормально держался именно на волосе а тот который помягче он нормально работает в самой кормушке поэтому друзья еще раз повторяю экспериментируйте и у вас все получится не карась карась как карась но тем не менее друзья раз под конец рыбалочки хорошая карась карась на посольке под конец рыбалки такая жирная . в сегодняшней рыбалке хороший финал заканчиваем нашу рыбалочку заканчиваем таким карасем хороший жирный аккорд друзья сегодня получилась у нас фантастическая рыбалка просто прелесть если я получил колоссальное удовольствие поймала 4 карпа володя поймал 3 карпа да наловил он сам кун кучу карасей посмотрите огромных таких аккерманских карасей вот такие вот лапки классные эффективен был сегодня сливовый техноплантон и дальше мы ловили на потаповскую кормушку с горохом как оказалось здесь ранее было прикормлено все горохом и только потом понятно было что нужно было именно ловить на него и когда это уже было понимание этого уже карпа ловился более-менее так периодически интересный момент заключается в том что я заметил что ни одного карпа у нас не получилось так что он ушел кучок который мы сегодня испытывали на рыбалке все для клёва показал свою достаточно хорошую эффективность то есть на восьмерочку на маленькую восьмерочку которая меньше там мизинца ноготка мизинца нормально ловились большие 3 килограммовые карты в конце рыбалки хочу во первых поблагодарить сергея который организовал встречу двух ютуберов да спасибо вот поэтому вот ему огромное спасибо и разрешите ему презентовать нашу футболку все для клёва хоть он и в футболке рыбацкий край будет еще да будет еще в нашей футболке фирменной все для клёва оксу держи спасибо подарок красиво тебе не дарю потому что ты у тебя все ты должен носить свое а ну все вторая версия сегодняшней рыбалки будет выйдет на канале в логе рыбацкий край да я думаю мы обязательно друг на друга внизу оставим ссылки на эти видео и кому будет интересно вы сможете посмотреть и там и там даже так с разного угла в принципе про сегодняшний и это наша первая встреча первая я думаю еще обязательно должна обидеть мистера на днестре обязательно договорились было очень приятно познакомиться с вами александр вот спасибо это приятная компания приятный опыт тоже для себя что-то понял потому что кормушка ваша как я увидел действительно эффективная туда можно дополнительно гороха много поставить это больше привлекает карпа но что вы показали карпа вы поймали больше но ребята тоже советую вам эти кормушки действительно и крючки и крючки да все это действительно на дикаре они эффективно да это правда даже видео если видео понравилось ставьте лайки подписывай наш канал и на канал владимира рыбацкий край всем удачи все хорошо с этим всем пока пока